Усман, похоже, что твоим планом на бой было использовать удары ногами. Это действительно то, что ты хотел делать? Моим планом на бой было драться. Я могу и знаю все. Я могу бить руками и ногами. Я могу бороться. Я всесторонний, развитый боец. Вот почему я здесь. Это было моим планом. Показать миру, кто я такой. Показать миру мое сердце. Думаю, я сделал это. Хабиб сказал, что ты один из лучших легковесов мира. При этом Ислам Махачев чемпион UFC, а Гаджир Абаданов скоро будет драться в финале гран-при. Насколько для тебя важно прогрессировать в такой компании? Это то, что мы делаем в зале. Помогаем друг другу. Все это начал наш дядя Абдулманатор Магомедов. Он с Хабибом создал эту команду. Хабиб был одним из лучших, а по моему мнению лучшим легковесом в истории. После него и с его поддержкой пришел Ислам Махачев. Теперь Ислам помогает Кнея, Гаджир Абаданову и всем нам. Конечно, для нас важно быть на вершине. Я горжусь доказывать это. Хабиб и Умар на протяжении всех пяти раундов давали тебе подсказки. Что они говорили? Они говорили, покажи, почему ты являешься чемпионом. Не стой на месте, двигайся, продолжай работать. Это твое время. По ходу боя ты пару раз подскользнулся. Канвас был скользким. Пол не был скользким. Просто я пару раз поскользнулся сам. Потерял баланс. Что-то вроде этого. Ты попытался несколько раз перевести Шаблия в партер. Ты удивила его защита от тэкдауна? Да, он проделал хорошую работу и хорошо защищался. До боя ты говорил, что благодаря парням из команды ты никогда не проиграешь. Что для тебя значит быть в такой команде? Если честно, это значит для меня все. Я счастлив, что Аллах дал мне таких братьев, которых я очень люблю. Они помогают мне расти и как человеку, не только как бойцу. Причем как человек я расту даже больше, чем боец. Хочу сказать всем парням спасибо. Тебе всего 26 лет, хотя ты уже многого добился во ума. Что ты думаешь о своем будущем хотя бы в ближайшие два года? Знаете, до боя Шабли говорил, что я еще не дрался ни с кем и получил титульный бой очень рано. Но мне всего 26 лет. Когда Шаблию было 26 лет, никто не знал, где он дрался. Сейчас он на пике формы и я был лучшей в форме. Эта победа придаст мне уверенность в своих силах. Какие эмоции были у тебя, когда Хабиб надел на тебя чемпионский пояс. Это было чудесно. Я был очень счастлив. После такой победы остался только один соперник. Это Эйджей Маки. Когда и где ты хочешь с ним драться? Я хочу драться с ним в Дубае. Вроде бы планируется турнир в январе. Я не знаю когда точно, но для меня это хорошая дата. Не хочу простаивать. Я хочу оставаться активным. Драться каждые 3-4 месяца. Мне всего 26 лет. Я голоден. Ты часто выбрасывал хайкики по ходу боя. Ты нарабатывал их в лагере, потому что видел, что Шабли плохо от них защищается. Да, я делал это на протяжении всего лагеря. Хабиб сказал, что ты станешь лучшим и впишешь свое имя в историю. Что ты думаешь об этом? Я докажу это. Это будущее. Я будущее. Тебе всего 26 лет. При этом ты уже долго в ума. Ты доволен собой на данном этапе карьеры? Я хорошо себя чувствую. Это один из самых жестоких видов спорта. И я хочу быть одним из самых жестких бойцов в ума. На медиа дне ты говорил, что мужчине нужно делать тяжелые вещи, быть дисциплинированным. Чувствуешь ли ты себя более состоявшимся после этого боя? Конечно, тяжелая победа делает тебя более счастливым, чем легкая. Что можно сказать про Эли Абдель-Азиза, благодаря которому вам не нужно думать ни о чем, кроме боев? У нас отношения как у отца и сына. Я люблю этого парня и благодарен ему за все, что он сделал. Али номер один. Если я не ошибаюсь, на данный момент рекорд Нурмагомедовых в ума 65-0. Ты чувствуешь давление из этих цифр? Нет, мы хотим сделать рекорд 100-0. Надеюсь, когда-нибудь это случится. Может быть, побед будет 100 или почти 100. Посмотрим, что произойдет. Мир меняется каждую секунду, поэтому нельзя быть уверенным даже в завтрашнем дне. Хочу сказать спасибо отцу, маме и всей семье. Я стал таким благодаря отцу. Зная, как тяжело он работал, что он рано вставал каждое утро. Когда мне было 9 или 10 лет, он блудил нас и брал на пробежку. Потом он шел на работу, а мы в школу. Когда я смотрел на отца, то восхищался им. Отец научил меня самые главные вещи. Ты должен работать, и тогда чего-то добьешься. Я благодарен отцу и очень сильно его люблю.